всем ребят привет сегодня очередной выпуск выпуск у нас получается просто спонтанно позвонил мне мой комрад друг же евгений говорит сань давай куда-нибудь выйдем на пару часов ну куда ехать на пару часов нет рядом с домом и чтобы можно было чем поискать но первое что мне в голову сбрело это неподалеку от меня была советская деревня а в принципе предыдущие видео именно ходил я по полю у нас снова ветер очень плохо будет опять слышимость сейчас здесь работает трактор и он это же место прошлый раз ходил снова распахал стала такая знаете земля просто супер чудо по поле только одно удовольствие ходить и сейчас я снова здесь же пройду чуть позже подъедет евгений вот он всего на пару часов но в принципе я тоже на пару часов вышел походим по этому полю я знаю что данное урочище на картах есть но ее как я знаю некоторые комрады пытались найти но не нашли и и она совсем не бита совсем не бита то есть здесь вот такой ну ладно не буду говорить небольшой такой уазис везде распахано ходил я только по полям находки были советские самое что позднее это двадцать шестой год это две копеечки а подымал а в основном все советики периода 30 и 40 и 50 и 60 и по моему не встречалась но вот именно вот этот участок времени здесь вот просуществовал шурфить я думаю здесь смысла нет так как домовые ямы всего-навсего одно поколение стояло смысла шурфить весь день прокопаться найти на шурфе несколько монет так что мое предложение походить по полю сегодня и посмотреть что у нас сегодня будет повторюсь евгения подъедет чуть позже так что будем копать вдвоем я начну так что смотри интересного не обещаю но советы будут смотри итак ребят иду я все по той же бровочки как в прошлый раз потому что все распахали и но можно выкопать новые находки и верховая вот такая вот первая пуговка с якорем ну зачетно все первая находка и довольно таки весьма приятная пуговка с якорем забираем итак монетка долго не стала себя ждать выпал вот такой вот кругалик желтенький а старый совет старый нас герб номиналом две копеечки год 35 2 копейки 35 года так а не случайно он не редкий и дорогой вот такая вот душечка выпала продолжаем итак следующий сигнал и сигнал у меня выпала конина предмет конской упряжи обычная без узора среднего размера ничего простого их встречается миллионы на полях особенно так что отнесем к разряду шмурдяка на так продолжаем итак ребят подали вон там он работает трактор это сегодняшняя между прочим распашка вот и верховой верховой вот такой вот пятак вообще классненький такой пятачок чистенький без всякие эрозии прямо на поверхности лежит 5 копеек сорок третьего года зачетная монета забираем итак ребята очередной сигнал и снова эта монета монету я уже доставал но вам хочу показать это у нас три копеечки год 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 сороковой вот такая монета принципе в таком бодром состоянии зачетно сейчас звонил евгений говорит как тебя найти но в принципе я ему объяснил думаю не ошибется так что ладно сейчас будет веселее итак находка за находкой просто идут и идут через каждые минут 10-15 у меня сигнал но не все сигналы вот такого характера это у нас три копеечки 53 года ну в принципе тоже бодренький такой сохранщик забираем классная монета снова желтенькая снова советики сегодня будет день советов сомневаюсь что у меня сегодня какая-нибудь империя будет но все же пошибаем что есть так а вон и евгений едет вон он тоже наш коде ой на наше виние так что сейчас я к нему чайок попить и обсудить и так ребята очередной советик и совет у нас две копейки год немного проглядывается через объектив не знаю увидите нет 1949 года женек у нас тоже долго не заставил ждать тут же тоже пятачок поднял но он как брат опытный стаж у него очень огромный так что он накопает сегодня тоже неплохо ну а так продолжаем не так очередной монитос и монет у нас снова советская 20 копеек 46 года продолжаем итак очередной монитос и снова совет так что не ждите сегодня царей у нас 15 копеек год к сожалению не скажу хотя 37 37 года пятнашечка ладно совета пошибаем по полю погуляем отдохнем не надо нам целину ковырять просто получаем удовольствие хотя вот по такой вот распашки а вон он трактор так что ладно поле пока радует радует большим обилием советов ребят у меня монета монета у нас хорошо старый герб судя по всему трешка смотрим до трешка тридцать пятого года трешечка зачетно по моему двушка сегодня 35 было теперь трешка вот копеечку бы 35 найти было бы хорошо ну ладно продолжаем итак ребят копали мы примерно два с половиной часа евгению домой надо и мне тоже в принципе вот за два с половиной часа в принципе неплохо копали на поле копали никуда не ходили находки евгения вот так вот пятачок 26 46 трешечки 46 30 36 в общем неплохо все по советам и вы знаете у него даже попался вот такой вот зачетный серебряный судя по всему наверно 15 копеек 15 копеек царский сейчас может быть как-нибудь разглядим с вами 1905 год нет это не фокусируйтесь так на свету но это 1905 год 15 копеек сохран конечно удручающий ну вот так вот и трешечки у него такое количество двушечки два червонца пятнашка и алюминиевый вот такой крестик ну в принципе считаю за два с часа нормальное количество находок просто убили время отдохнули ну и все теперь мои находки ну все ребят евгений уезжает я сейчас тоже доснимаю это же путь дорога отправлюсь ну в принципе жене приехал чуть попозже считая на полчаса у меня уже были монеты у него фишер 75 но он копает в принципе уже давно профессионалом грубо говоря это мы новички а он уже давно этим занимается и к чему я говорю приехал он где-то примерно 30-40 минут позже и наковырял монет столько же сколько и я даже по моему побольше у него 13 монет а у меня сейчас я обзор буду делать ну ладно попрощаемся до следующих встреч с ним принципе с евгением постоянно копаем так что счастливо ему добраться по моим находкам у меня куда попроще конинка колечко медная пуговка с якорем ничего особенного из разряда шмурдика по монетам у меня получилось вот так вот один пятачок три трешечки две три двадцатки три пятнашки и три двушки представляете все по три они пятачок один остального все по три итого получилось 4 7 10 13 монет тоже такое же количество как и у евгения 13 монет плюс шмурдяк в принципе за два с половиной часа по полю это неплохо что у нас здесь и из ценного даже не смотрел возможно трешка тридцать пятого года со старым гербом затем что еще у нас здесь может быть двушка 35 года тоже со старым гербом возможно тоже ценный ну и что у нас вот дефектованная двушка 36 года но сейчас я за кадром конечно посмотрю возможно если что-то такое сногсшибательное будет я конечно вам прокомментирую ну а сейчас прощаться и так ребята на этом я и буду заканчивать свой видеокоп копали мы сегодня на распаханном участке которой часть затронута деревней то есть деревню половина распахали половина осталась вот там где у нас еще целина мы там даже не пробовали не копали смысл зачем если есть распаханное поле ну за два с половиной часа мы подняли 30 монет грубо говоря женек 13 монет и я 13 монет так что два с половиной часа это довольно таки шикарно поле перепахали снова до этого по моему видео обзор я делал там тоже большое количество монет я собрал но трактор еще пробарновал и мы снова по этому же место прошли и снова большое количество в принципе монет ну что вам хочу сказать в принципе вот так вот сегодня день по советам у нас получился я вам сразу говорил что советский будет коп вот деревня существовала где-то с начала двадцатых и заканчивалась вот именно периодом не доходя 60-х годов потому что монеты 60-х годов здесь нет а последний по моему пятьдесят седьмого года было вот так что просуществовала она недолго всего-навсего как говорится одно поколение даже и того нет видно здесь цивилизация пришла и они ушли в общем это место довольно таки такое интересно тем что это советский период крестов здесь практически нет евгений сегодня один поднял вот и что пробок водочных здесь практически нет всего у меня встречалась 1 2 или 3 штучки за все время пока я здесь копаю очень интересно вот возможно здесь такие коммуняки были которые не пили вот только работали на полях вот и в принципе ну в принципе все что разглагольствовать подписывайтесь на канал если вам понравилось видео комментируйте и в общем делитесь в цветах очень приятно когда вы оставляете приятные отзывы я конечно на все отвечаю без исключения вот подписывайтесь ставьте лайки для поднятия штанов в общем канал только развивается уже перевалил за сотню это медленно конечно но все равно будем потихоньку потихоньку снова возвращать свою былую славу но все всем пока и удачи на копе